Во имя Отца, Синяя и Святая Духа, С праздником вас поздравляю, Борьи, братья и сестры. Вот мы закончили Святую Четыре Десятницу. Сегодня заканчивается Великий Пост, дальше начинаются особые дни, особо отделяемые от Великого Поста по своему подвигу, наиболее контрастные, осмысленные. Это последний час, когда мы можем прийти, принести свои дары в мобилизации душевных, интересных сил, творя добро по отношению к людям во имя нашего Спасителя. Кто-то придет на Святой Праздник Пасхи, как Фома, для того, чтобы очередной раз увериться, что Христос воскрес. Кто-то придет осознанно. Вот и иудеи, которые приходили в сегодняшний день, много сотен лет назад, увидеть, правда ли воскрес Лазарь. Кто такой был Лазарь? Лазарь был один из друзей Спасителя Иисуса Христа. Господь крайне мало в текстах Священного Писания показывается, что проявлял какие-то чувства. И все эти места, в принципе, очень рядом находятся в пределах последней недели, последних двух недель жизни Спасителя. Когда Он говорит ученикам своим, куда я иду, вы туда не можете идти. Чашу, которую я пью, вы не можете со мной испить. Чашу испытаний. Прежде всего, подразумевал. А ученики Его, так называемые сыны Зебедеевы, или сыны Вонаргес, сыны Кромова, по-другому, как в то слове Евангелист Марк говорит. Они говорят, что? Совершенно вообще отвлеченную фразу говорят в ответ на это. Господи, дай нам справа и слева от Тебя сесть. Это Иаков и Иоанн говорят во учениках. И Господь даже раздраженно как-то им отвечает в ответ. О, род! Имеется в виду человеческий. Род прелюбодельный и грешный. Сколько я буду с вами еще? Сколько я цеплю от вас? Потому что Он говорит им о возвышенном. Они говорят, как бы место поближе к Нему занять. Потом Господь, зная, что умрет Его друг Лазарь, все равно не идет для того, чтобы в очередной раз явились дела благодати Божией. Это как завершающий аккорд. Как говорится много раз в Ветхом Завете. И потом в Новом Завете повторяется. Имея уши, чтобы слышать. Да, слышит. И кровь Твоя на голове Твоей. Если, то есть, я тебе сказал, не делай так, но Ты сделал. Вина на этом лежит не на мне, а уже на Твоей личной совести и голове. И Господь, чтобы исполнить вот эту полную меру, идет уже после смерти, воскрешает своего друга. Как Он воскрешает? На самом деле это чудо в чуде. Икона, которая у нас лежит. Икона, так называемой, новой иконографической школы. В ней ноги Лазаря показаны, что отдельно свиты. На самом деле, кто видел мумию, там фараонов и прочее, вот так вот, так же само погребали евреев. Именно по обвиванию, так же само. На лицо кладется большой прямоугольный плат. Как священникам погребают. Очень похоже сейчас. Лицо закрывается, все тело обматывается по отдельности. Сначала руки отдельно, ноги отдельно, и потом все это обматывается. То есть, он становится покровом. Таким вот, скажем, прообразом бабочки, которая должна воскреснуть в всеобщем воскресении. И жить духовно. То есть, гусеница, кокон вот такой вот, должен стать красивой бабочкой в духовном смысле. И этот человек, Лазарь, уже будучи на славянском настройке, красивое слово такое, смердящий именно. То есть, не просто издобавивающий какие-то запахи тления. Потому что и в нашем умеренном регионе иногда на первый-второй день приезжаешь хоронить уже есть какие-то запахи тления. А именно, четвертый день на Востоке. На Востоке на какой день хоронят? На первый день хоронят на Востоке. Потому что природная среда способствует ускоренному разложению. И этот его друг, друг спасителя, Лазарь, находится свитым, вот таким вот полностью стянутым в гробу. Это гроб, что такое, прежде всего? Это пещера, вход, который завалился камнем, чтобы птицы, шакалы и собаки не растянули тело. И там тело истревало. Отворяют камень по повелению Спасителя. И Господь говорит такие слова. Самой молитвы мы не слышим. Мы слышим уже, скажем, обратный ответ. Ответ подтверждения, так называемого, его молитвы к своему небесному Отцу. Для чего это сделали? Он сам, Христос, проясняет по тексту дальше. Я знаю, что ты меня всегда слышишь, Отец мой небесный. Я это говорю специально, чтобы и эти, то есть окружающие все, увидели силу твою и уверовали в это. И он говорит, Лазарь, выйди вон. То есть, Лазарь, выйди оттуда. И что интересно, он уходит. И потом уже только его начинают развязывать. То есть, как он вышел, это само чудо. Такое меркантильного бытового характера. Но чудо. Как он мог выйти? Абсолютно как палочка, вот так связанный человек. Потом его развязывают, и написано, что лицо было укрыто плаком. То есть, он даже не знал, куда выходить. Он выходит. После этого его жизнь очень интересная. Он ко всей еде добавлял немножко мёда. Или множко, или немножко. Для того, чтобы дословно, как написано в его житии, погасить горечь ада у себя во рту. Потому что он находился в аду, где праведники и грешники находились. Все вместе до воскресения Христова. Праведники и грешники. Все в аду находились. Одни, скажем, в месте мучения, максимально отдалённые от присутствия Божия. Другие, более приближенные. Но, тем не менее, в царство небесное никто не входил. Он после этого был епископом китийским, как видно из его титула. Господь это чудо делает для того, чтобы последнее сомнение у тех, кто мог колебаться, можно было отбросить. Раз. Второе. Для того, чтобы показать, что он именно не только имеет власть над естеством и природой, над материей. Когда Господь воду, вино прилагал, воскрешал умерших. И, кстати, всех умерших, как Господь до этого воскрешал. По факту, в тот же день, да, сынов добиться, он в этот же день воскресил, в день воскресения Лазаря. Потом девушка, он берёт за руку, говорит, она не спит, она не умерла, но спит, восстань. И она встаёт. То есть, всегда было близко. А тут уже аж на четвёртый день. Господь как ещё изменял естество и природу? Материи. Когда хлеб, пять хлебов, накормили пять тысяч. И потом, спустя, упали на несколько дней, четыре тысячи накормил Господь. Про это, кстати, второе чудо, очень многие не знают. Тут Господь выступает именно как, именно Бог. Не просто кто-то из трогов. То есть, последние сомнения у окружающих, они отметены напрочь. Из-за чего начинают злиться и ливновать иудеи. Они говорят, возьмём и Лазаря, и Христа, и их убьём. Почему? Лазарь, это живая проповедь. Лазарь всего лишь пройдёт от дома, скажем, до базара, а все, кто увидел, что, о, мы же были на Его похоронах. Все уже начинают веровать. Выстрелы с Христом. Но, говорит Христос, апостолу Фоме, мы это Евангелие часто читаем, когда говорит, апостол говорит, покуда я не вижу Его воочию, покуда я не вложу в Его раны свой палец, вот так вот не потрогаю, я не буду иметь никакой веры. Господь на это отвечает что? Блаженные, не видевшие, но верующие, это все мы, современники, которые живём воочию, не видя Бога, но веруют. И не просто должны веровать, а доверять Ему свою жизнь и свои всякие, прежде всего, рода добрые устремления. И да благословит Господь нас на совершение великого дела молитвенного подвига Страстной Седмицы. Ангел, хранитель на предстоящий день. С праздником вас! Спасибо, Господи!